Здравствуйте! Меня зовут Владимир, и вы находитесь у меня в гостях на ослиной ферме, которая вот находится у меня за спиной. Поголовье у нас пока небольшое, до 50 осликов. Конкретно посчитаем уже осенью, когда маленькие ослията подрастут. В этом году мы приняли первый урожай. Наш ослик Афоня, единственный мальчик, сделал так, что у нас появилось еще 10 маленьких Афонек. Музыка. Гости приезжают, могут погладить животных. Музыка. Обязательной программе есть дегустация молочка. Оно очень вкусное, оно очень полезное. Музыка. Хотелось бы мне вам показать наши фермерские будни, как мы живем, с чего все начинается, по сути, как ухаживать за животными, как мы их доим. Музыка. Привет, малышня. С ними надо разговаривать, когда, до того, как кормишь. А потом корм дал уже, они довольны и счастливы. Снежка меня встретила, да? Мы каждому ослику даем имя. Они реально откликаются. Вот когда в процессе, когда мы их доим, идет постоянное общение человека с этим животным, то нужно к нему как-то обращаться. Ну, в самом начале, как только мы начинали этим заниматься, у нас, чтобы подоить одну ослицу, собиралось три человека. Двое держало, и один пытался доить. На сегодняшний день уже вот Фрося стоит в общем стаде там, и Неля может подойти, сказать, Фрося, идем доиться. Она сама встала и пошла на дойку. Животных нужно любить. Какого-то супер ухода за ними не нужно. Основное правило, которое должно соблюдаться, это отсутствие сквозняка и копыта. Все. Вот у них копыта растут, как у человека ногти растут. И вот как человек стрижет ногти себе раз в месяц, то чаще, то реже. Вот точно так же и ослику нужно подрезать копытки, которые отрастают. Ну, вот так вот брать. Сначала расчесываешь их, и потом специальным инструментом, такие как кусачки, скусываешь. Во всем остальном они, все у нас имеют паспорта, все имеют прививки. В отличие от любого другого животного, им одна прививка полагается всего лишь. От сибирской язвы. Никаких других прививок им не показано. Вот мы вот сейчас уже лето, и мы по мере возможностей наших купаем. Купаем и подстригаем. Но это касается больше взрослых самок. Деток мы не занимаемся таким, потому что для деток еще в первую очередь, во-первых, непонятно какая погода, а они еще маленькие, да, им лишний пушок лишним не будет. Ну и плюс насекомые. Насекомые не прокусят такую шерсть, вот у маленьких, да, вот как у этих вот осликов, да. То есть, ну, что здесь муха может сделать? Ничего она ему здесь не сделает. А вот видите, линяет взрослая ослишка, и она совсем гладкошерстная. Гладко-гладкошерстная. И, конечно, насекомые их кусают. Мы не обрабатываем их никакими химикатами по той простой причине, что они постоянно друг друга облизывают и чешут. То есть, ну, не получается, к сожалению, их лишить от мух. Приезжает периодически, раз в несколько месяцев у нас обработка по всей территории с противогазом. Человек ходит и обрабатывает от мух. Мы их тогда всех выгоняем на целый день. Да, это тоже одна из таких вот моментов фермерских. То, что насекомые от этого деться, к сожалению, никуда не ездят. Мы же, когда покупали ослиц, мы покупали ослиц с осьлятами. И, соответственно, у нас есть осьлята не от Афони. То есть мальчик, вот у нас есть, ну, ему меньше года. То есть теоретически через два года, когда Афонины, девочки, да, готовы стать мамой, но Афонин не может, потому что это его дети. Вот к тому времени как раз у нас мальчик есть, ну, заменитель Афони, грубо говоря, да. Но это будет только через два года в этом необходимость. С лошадьми, то есть это да, это одно семейство, и кони, и ослы. Кстати, очень интересная история, то, что лошадь может порваться с осликом. Ну, как бы и папой быть может быть ослик, и мамой может быть ослица, да. И в результате подобного события рождаются мулы или лошаки, в зависимости от того, кто там папа, кто мама. И мул живет до 70 лет, и лошак. Он приобретает одновременно жизнь лошади и ослика. Ослики живут до 40 лет, кони до 30 лет. Так вот, мулы и лошаки живут до 70 лет. Но они не могут дать потом. Ни в одном, ни в другом случае. То есть мул не станет ни папой, ни мамой. И лошак точно так же не станет ни папой, ни мамой. Но проживет очень длинную жизнь. И при этом они гораздо выносливее обычного ослика. Ну, не говоря уже о лошади. Мы не намерены заниматься продажей. То есть у нас был какой-то момент, мы думали продавать мальчиков, потому что, ну, по сути, они нам не нужны будут. Но отказались от этой идеи в пользу... Хотим сделать такие туры. Просто на девочках они доятся, либо беременные. На них особо не покатаешься в нашем случае. А мальчиков целенаправленно было брать, чтобы кататься, мы не покупали. Вот сейчас наши подрастут. И, возможно, через несколько лет можно будет взять просто критик на гости, взять ослика на прокат. Благо, у нас здесь очень красивые места. Считаются Киевские Карпаты, наша местность. И хоть на целый день компании 2-3 ослика взяли и пошли. Люди на велосипедах катаются. Точно так же можно будет сесть на ослика и пойти покататься по нашим горам. Есть Володымирская крыльца у нас здесь, кстати. По легенде, князь Владимир шел на лошадке. Лошадка ударила копытом о камень. И оттуда пошла водичка. И до сих пор оттуда идет эта водичка. Очень холодная. Там построили купель. Всем желающим можно прийти, окунуться, попить. Очень вкусно и полезно. Синди. Барби есть, а есть Синди. С черным носиком. А есть у нас еще одна взрослая осличка Памела. В честь Андерсона. У нее очень большие титьки. Реально. Ну, как бы, вы когда будете доить, вы поймете, о чем я говорю. Их, чтобы подоить, нужно доить двумя пальцами. То есть у них вот как полмизинца. Вот торчит такой сосочек, и ты двумя пальцами его дергаешь, и оттуда молоко бежит. Так у Памела, как большой палец тихий, реально. Не торкаться. Очень компанейские эти животные. Многим собакам дадут фору. В плане желания, чтобы их погладили и потискали. И все время ищут, где-то думают, может, где-то укусят, и молоко побежит. Ну, помогайте мне, Аня. Смотрите, вот это вот ведерко берите. Раз. И вот это два. И вот это вот полотенечко будет у меня пока. Заходите, сейчас все будем рассказывать. Смотрите, самое важное, когда мы будем доить ослика, ну, девочку-осличку, снежинку в нашем случае, нужно, чтобы она была расслабленная, чтобы она не переживала, и чтобы она стояла смирно. Это все можно достичь морковкой. Парам-парам. Вот сейчас мы будем доить, и Анечка будет это делать впервые. Посмотрим, насколько непрофессиональный доер сможет добыть молоко у строптивой нашей снежинки. Итак, приступим. Перед тем, как доить, ее надо помыть. Чувствуете, там две такие тихки есть? Вот их надо мыть, да. Это есть. Что происходит дальше? Дальше мы ведем ведерко. Оно сразу у нас идет со специальным фильтром, чтобы туда ничего вдруг не нападало. И вдвына пальцами. Оп. Чтобы научиться их доить, мне понадобилось несколько недель. Ну, на сегодняшний день могу курсы отдавать, как правильно доить. Нужно имитировать, нужно имитировать, это как с рыбалкой, знаете, вы когда ловите хищника, вы бросаете наживку, и этой наживкой имитируете малька. Вот здесь вы должны имитировать движение осленка, который пьет эту молоку. Снимать нужно двумя пальцами, максимально сверху обхватили, и вниз спустили. И вот так, чик-чик-чик-чик-чик, и у вас все получится. При этом ногти в нашей работе, они не нужны. То есть вы можете травмировать ногтями и вымечкой. Вы не расстраивайтесь, что вы подоили так мало молока, это нормально. В среднем одна осница дает от 200 до 300 граммов молока за одну доль. Поэтому оно так дорого и стоит получается. Ваше здоровье. Очень вкусно и полезно. Основное у нас направление, это все-таки парное молоко. Не сыры, не косметика, а парное молоко, потому что оно очень полезно. То есть результат приема парного молока, он будет мгновенно, можно сказать так. 2-3 дня от аллергии до дерматита, ангины, сопли, пониженный иммунитет, все налаживается. Что у нас получается, когда, допустим, парное молоко не продается? Мы его на следующий день не продаем. То есть либо мы его выпиваем самостоятельно, либо мы делаем косметику. Ну, это пока еще громко сказано, делаем косметику. У нас есть одна бабулька, живет она в Киеве, и ей уже за 80. И она с 20 лет, она училась во Франции, она делает хендмейк такой, органический, органика, по сути. То есть масочки для лица, которые должны стоять в холодильнике, крем, соответственно, тоже стоит в холодильнике. Линейка небольшая, буквально вот три позиции, то есть маска для лица на основе творога мыло и крем на основе сыворотки. Но это те элементы, которые реально работают. В полтора года мы как начали заниматься осликами. В апреле мы только открылись для посетителей. Соответственно, более года мы работали, ну, только вкладывали. Ну, по сути, покупали осликов, организовывали территорию и тому подобное. На сегодняшний день у нас порядка 20 ослиц, которые дают молоко. И теоретически мы имеем от 10 до 15 литров при необходимости мы можем в день доить. Соответственно, литр молока у нас стоит 1000 гривен. Вот в день 10-15 тысяч гривен теоретически чистый, ну, не чистый, а дохода от молока можно получить. Затраты где-то половина потянет. Это корм, содержание и все остальное. И мне кажется, что оно в любом случае прибыльно. Оно в любом случае прибыльно. Любое фермерство, это когда ты занимаешься, тратишь свое время, свои силы, оно не может не отдавать. В любом случае шишки будут набиваться. без этого никак. Но это труд, который дает свой плод при любых расплатах, по сути. Если ты этим занимаешься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова